Сегодня на центральном стадионе Новочебоксарска состоялась 25-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты Грани. В числе участников работники общественных организаций, студенты, школьники, пенсионеры и чиновники. Наталья работает воспитателем более шести лет. Сейчас в ее группу ходят пятилетние детки. Многие из них вместе с родителями пришли болеть за любимую воспитательницу. Благодаря их поддержке и хорошей физической подготовке команда Натальи заняла третье место. Первый детский сад принимает участие во всех конкурсах, во всех спортивных мероприятиях, во всех социально значимых мероприятиях нашего города, не только города, республики. Мы всегда первые, но не официально, а так в душе. За два с половиной десятилетия в эстафетах Грани приняли участие тысячи горожан. В этом году соревнования собрали более полутора тысяч человек из двухсоткомандного Чебоксарской и Чебоксар. Старты прошли по группам, как и прежде. У групп поддержки свой конкурс. Оценивается количество участников, наличие единой формы и средств агитации. Самыми ярыми болельщиками оказались школьники. Возможно, именно их поддержка и помогла учительнице второй новочебоксарской школы занять первое место. Конечно, довольна такими замечательными результатами. Я всегда была за здоровый образ жизни. Традиционным для эстафета стал ВИП-забег. В нем, наряду с руководителями учебных заведений и представителями администрации Новочебоксарска, принял участие министр здравоохранения республики. Наша сегодня задача, как и глава республики Михаил Игнатьев говорит, и президент России, это оздоровление населения. Сегодня уже в Чувашской республике 40% населения занимаются физкультурой и спортом. И мы в Российской Федерации сегодня являемся первыми в этом направлении. Девиз эстафеты от грани – сколько участников, столько и призов. Каждый бегун получил сладкий подарок. А победителей наградили скутерами и сертификатами в спортивные магазины. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.